салютики друзья ну что ж пока никого дома нету все кто куда татьяна принимает посылку что мне пришлось сегодня я только вчера вам сказала что я заказала икру это было где-то без 15 12 и сегодня в 12 15 доставка икры то есть реально прошли сутки просто видно хорошо подгадала по времени не попала на выходные и заказала до обеда поэтому доставили супер быстро сейчас покажу к сожалению это не реклама хотелось бы конечно но нет куплено за свои сейчас распакую на икорную диету какую-нибудь садится огромная коробочка рекламочка уважаемый покупатель здесь наверное счет не вуаля здесь такой холодильнике сейчас я его достану по моему он там тоже склеить по краям вот так вот выглядело это в коробке думаю где зацепиться коробочку это можно не выбрасывать когда едешь куда-нибудь на машине на далекое расстояние можете использоваться как реально как холодильник или например если в латвию едем с собой все котами что вкусного привести или рыбки или еще что-то туда загрузить охлаждающих элементов вот так вот заклеить и не открывая довезешь отлично просто когда ты берешь с собой покушать открываешь закрывай постоянно тогда естественно так уже не держится холод а если иметь вот такой вот специально для этих нужд тогда идеально будет вот сейчас посмотрим по икорочке камера охлажденная или уже не очень намотали да ну вот еле все распаковала открываем с замиранием сердца вот даже еще лед еще лед не растаял даже вот такие там охлаждающие элементы знаете там такой гель как вот в памперсах впитывает воду и заморожено соответственно а пакетик я от холлофреш когда заказывала охлаждающие я их сохранила их использую тоже для этих целей а это нет я выброшу так дальше идет вот такая кукурузина блин сейчас булка все сожрет надо поднять запакована на совесть и собственно сама экран каждая баночка в отдельном пакетике на я говорила что я заказывала в стекле я люблю в стеклянных баночках и так как разница в цене практически никакая ну там пару центов поэтому я брала в 100 граммовых они 200 так удобно открыл съел и не портится да так срок годности до ноября заказала четыре или пять видов это форель вот я люблю форелевую кругу она мелкая и мне она вкусная ее я по моему больше всего взяла если не ошибаюсь то наверное четыре штуки просто если брать то брать по 1 за доставку платить правда лежать может долго поэтому нормально все я смотрю не так красиво выглядит как прошлый раз посмотрим рано судить открывать пробовать когда мы сегодня раз этой фирме заказывали а прямо кринка кринка была такая красивая и 6 будет каких-то других это было в подарок дальше икра камчатка оригинал тут уже такая покрупнее немножечко срок годности тоже кстати до ноября срок годности нам все знаково еще одна такая же зря их всех дома нет сейчас я как покушаю завернулся со школы они сашей на даче как-то сегодня совсем быстро отпустили а это экран нерки не даже не знаю честно такую тоже до ноября до конца это такая более насыщенный цвет видите да средняя по размеру или такая же мелкая как фориль не знаю получается четыре разных вида не знаю даже с какой начать если честно а вот цен к сожалению не приложили вот такие две одинаковые бумаженцы и положили просто что-то внутри а хотелось бы вам цены сказать в общем все вместе это пошло что-то около 120 евро вместе с доставкой это получается килограмм икры да получается да так с чего я решила начать решила начать с камчатки а вы бы с чего начали сомневалась между той красной и вот этой вот так выглядит неплохо да красивенькая сейчас за чаем своим пойду масло я конечно положила хорошо но он такое знаете твердоватое из холодильника но зато икра не будет скатываться так все я не знаю как вы там держитесь я уже не могу приятного танечка жаль что это не реклама такая вкусная икра знаете не пересоленная не пропавшая точно такая прям икринка к икринке не сопливая знаете бывает такая прям непонятная вкусная блин 100 грамм это одному один раз поесть три бутербродика хорошеньких тогда берешь на 200 граммовых банках не замечая что так быстро она уходит ну ладно главное что было вкусно так саша опять за чапил велик за чапил за чапил все поехали и поедет сервис сервис ну а я меня докинет до дм потому что ой мне надо в дм кое-что купить но я думаю надо воспользоваться тем что саша куда-то едет что пешком не идти он говорит что через час дочь опять будет до 7 часов дочь обещает а ты знаешь почему все это время такая плохая погода была потому что лето еще не было сегодня у меня стоит в календаре что сегодня первый день лета но сегодня видишь еще не очень погода но сейчас лето поймет что она лето и будет нормально где-то я слышу что жура начнется скоро на следующей неделе обещают 25 26 тоже не очень хочется все конечно может поменяться да не меня бы 20 вполне бы устроила если дождей просто не было а то у меня огороды не растут какой демки ближайший туда в город стройка вечная стройка когда же они уже достроить наверное когда-то достроится и уйдут у нас по дороге хорошие смотри как все заплатках вопрос у нас был как в европе относятся к русской речи реагируют реагируют на русскую речь никак не реагируют на русскую речь как и раньше ничего особенного но я не заметила не все понимают что это именно русская речь да для многих европейцев нету они не чувствуют четкой разницы между скажем русской речью украинской речью белорусской речью для них вот это вот славянская на все плюс-минус похоже номер польскую различает потому что поляков все таки много и они наверное чувствуют разницу хотя тоже не уверен не знаю у меня даже был случай когда я стояла в банке и кто-то там подошел и спрашивал мы из украины я говорю нет они там еще что-то вообще переехали недавно я говорю нет не знаю к чему это интерес такой был но в том плане что для них это звучит одинаково украинцы конечно интересно поступают они между собой общаются по-русски часто я замечал такое в городе в магазине общаются по-русски и как только замечаешь что рядом ты тоже говоришь по-русски они сразу переходят на украинский очень часто я сам лично не знаю в чем интерес но говоришь ты по-русски и говоришь чем проблема нет он резко слышит причем получается что украинцы от украинцев как бы прячутся получается каждый каждый украинец видят другого украинца который говорит на русском языке думает что это не украинец очень парадоксально такая ситуация получается я не сразу резко все пытаются приходить на украинский или на украинский как правильно будет неважно в принципе а вообще реакции никакого нет ну говоришь ты на иностранном здесь нет такого кружки если вы думаете что здесь какая-то есть особенно русофобия в европе нет открытый точно нет никто нигде не тебя пальцем тыкать не будет я всегда говорил и говорю когда вы спрашивают кто я откуда я всегда говорю что я русский на работе с друзьями я говорю что я русские и иногда меня спрашивают откуда откуда вы я иногда говорю что я из латвии когда грыз что я из россии по приколу где вам за границей как правило то чтобы в workers оказаться откуда и же тебя пытается эту пирамидку за 1 евро втюхать но там он у меня спрашивает откуда ты я вам скажу из латвии он даже не знает что такое где я говорю раша тебя ждет три пирамиды за 1 евро а сказал бы я что я немец меня ждало бы 15 евро заодно так что никакой реакции нету лично мы не наблюдая может она где-то есть но мы не наблюдаем никакой русофобской реакции настроение как бы иностранец и иностранец говоришь по-русски и говоришь по-русски как бы в этом плане если вы там где-то накручиваете себя из-за телевидения или еще чего-то что-то это все глупости нормально блин ну вот заболтали с вами саша проехал забыл то и случайно меня в центр города в самый отвез придется идти отсюда теперь потому что ему дальше за сервис попаду видимо теперь точно под дождь ну давайте обувь тогда посмотрим в обувном дергается немножечко свет до 79 95 какую обувь смотреть даже не знаю какое лето такая обувь да все плавят что мне было непривычно в германии когда мы приехали что обувь здесь на полках стоит по размеру то есть вот это вот вся полка все 39 по другую сторону 38 и так далее даже не знаю на что сейчас смотреть завтра наверное жара наступит послезавтра да нужно что-то полегче мне такого типа обувь не помешало бы а кстати удобно и наверное на резиночке да наверное же от резинка или нет да это шнурки резинка смотри-ка габор такие классические обычные да и с юбочкой и со штанишками что думаете сколько стоит такое чудо 99 95 померить должны быть удобные как альтернатива что еще посмотреть мой ужас красота какая так вот такого типа когда я смелюсь я не знаю как то носят девчонки молодые моего возраста я когда такое что-то на пялю сашек это как у моей бабушки войну какой ужас модно наверное нет ничего не понимает мой муж как вы думаете вот такие недавно да я вам по скидке показывала были другом магазине здесь они вот как раз стоит 59 95 но кожа наверняка тоже удобные хорошие испанского я в испании такого не обращала внимание вот эти дико удобные но уж не могли чуть модель поинтереснее сделать он услышал не симпатично сидят мне кажется такие аккуратненькие миленькие удобные по ощущениям правая чуть-чуть свободнее но она и понятно ее больше мерят но это кожа они станут как надо по ноге слушай неожиданно так может взвозьму наверное нигде никакой надписи лишней ничего кожа красота счастливчик мое второе имя я в общем взяла их подошла к кассе а я когда примеряла потом нашла там маленькую как ручкой точку синий но не так уж оно было заметно но я думаю почему я должна такие деньги так выбрать с этой ручкой да я говорю это ваша последняя пара она говорит да я просто не смутила что вот там вот как будто ручкой начерикана подождите я сейчас уберу и начала каким-то средством шикнула и растирать и растерла так что вообще краску сняла и там пятно образовала потом пробовала сверху еще каким-то средством чтобы закрасить обратно белые в общем она не получилось не сработало сейчас сказать расстроилась хотела уже за разошла вообще забыл зачем я в город приехала кажется смотри красивая блузочка да такая чуть-чуть прозрачненькая с белыми вот шортиками здесь висит реально с белыми шортиками смотрится прям хорошо ну и со штаничками было бы хорошо с белыми может взять померить или заказать онлайн вот код если что может кому-то понадобится хорошенькой зашла в резерв тут уже скидки на все летние в большом количестве как-то слишком рано в этом году но с другой стороны все правильно кому это сейчас носить в какие-то холода наши ахинские вот и скидки висит видно без дела платье чего только барахло всякое да когда так висит все в кучу даже не на что и глаз положить ладно иди татьяна куда шла и кстати вспомнила дм то есть здесь на нижнем этаже далеко ходить не надо я сейчас туда схожу а потом на автобус и домой мне все время привлекают прессированные юбки но я до сих пор ни одну не имею все смотрю щупаю в общем да я вспомнила что милана мне что-то от прыщиков просила говорит наклеить таки я помню артема давала маленькие такие специальные и мне случайно вот на глаза попалась вот смотри сердечки клеишь на 68 часов я так понимаю я не подсушиваюсь одна вы где-то здесь случайно было засунуто думаю еще возьму пару штучек но нет больше не вижу по тебе не вижу даже не знаю сколько стоит теперь я зашла в росман и нужно мне здесь не мне много нужно купить шампунь для роста волос я так понимаю или от выпадения надо мне уточнить шампунь и тоник говорят хороший смотри есть еще что-то такое это не то совсем так потом я заскочила в пальмиру и саша меня забрала там уже магазин закрывался мясо уже все сложили нечего брать было из свежего мяса соевый соус взяла потому что то что взяла вчера я лоханулась какой-то темный взяла и он совсем невкусный и на вкус ужасный был то ли пересоленный доли какой непонятно в общем по мире взяла вот такой сейчас пучок укропчика сыр козий саша лилович я все время забываем какой какой-то сыр я все время забываю лучше конечно менять потому что он приедается вот и сыровое мясо уже не было не складывали ну-ка успокоились а что тут кусками укроп ну вот он замороженный это телятина наверно была курица тоже я думаю что курица это заморозка поэтому что-то там еще о смотри что я нашла прозрачный ты такие не хотела были в грузии в гранатовом ты прозрачный все избегала чтобы но я потом поняла что это самые вкусные были да потом что я взяла еще в дем вот такие штучки для туалета вам наверно цены интересные чек не знаю куда задевала мыло жидкое шампунь вы видели в общем всякой грунтой набрала на самом деле милане вот такие масочки просто уважняющие нет не видно но что-то мешает сегодня мне мушка мушка какая-то в рот залетела саше в глаз ладно в рот хорошо пообедала прикинь капли не могу уже четвертый день забрать саша приезжает сейчас же у нас как рецепт на руки не дают сейчас все рецепты у нас сразу на страховой карточке и ты приезжаешь с ней в аптеку и тебе а я уже ищу аптеку меня они смотрят там пусто нормально заехать к доктору и сказать что до сих пор нормально доктор сказал что завтра будет хотя обычно сразу же придумали какую-то дали бумажку и все свободен придумали на карточку и нету ничего как дурак в аптеку милана я тебе что-то купила вот это это что да да это и потом я зашла же еще в ротман есть там что-то для посудомойки я не видела что там было вот такой как можно было не видеть ой ничего себе видишь а говорят своем это бревно не видишь а в чужом соломинку а я в твоем ты видно для меня свой не чужой мошка так мальчишкам новые зубные щетки не отличается видите одна зеленая одна черная это у меня чек откуда с росмана для туалета 299 вот четыре штуки стоили плюс еще скидка 10 процентов дали сколько там с этой росман карточкой так что еще что еще вот от прыщей евро девять евро 29 стоило я потом в росмане тоже нашла покажи только там не сердечками было а со звездочками вот такая вот не знаю надеюсь работает вот такие вот покупочки у меня грандиозные начали с икры и закончил икрой я еще не начинал ну это ты начинала татьяна сегодня прям икорный разгрузочный день из камчатку уже почти зарубил а черная где иква черная мы еще не заработали перспективе в детстве кто-то когда-то давал на я не уверен какой следующий будем открывать смотри она разная это вот который мы обычно берем форель это вилдлакс дикий это не лосось это горбуша она даже крупнее вот билл вилдлакс ну да тимуня присоединяйся ну покажи ложечка красивая но такая какая-то на так красивее было это крупнее не тискай только аккуратненько да давай куси я сказал что вкусно не пересолено да такая хорошая хорошая хотя бывали и эти иклинки целей более круглые иногда ты просто с донышкой сейчас взял вот все в сравнении да икра нерки мне понравилось меньше она неплохая нет просто вот после вот этих вот двух вкус более насыщенно нас эти более самая мелкая даже меньше форелевой открой да сколько можно более красная и она мы даже не знаю может быть не горчить немножко на какой-то вкус у нее тоже дикая икра нерки видит вид фанк назову тоже из трех что я попробовала до кисть это понравилось ну она все равно неплохая это просто на любители да так друзья хотела к вам обратиться тем у кого здесь выпускной был под подобного типа 10 класс в германии время уже подходит и я все думаю как это все будет происходить для меня это непонятно никогда на таких мероприятиях здесь не было в первый учебный день у нас же цветы особо не несут учителям вот вопрос на выпускной цветы несут учителям выпускникам наверное же выпускникам да учителям у нас просто как-то так не очень получилось в классе почему-то я уже артема говорю поговорить на классе как это ни с кем ничего не организуешь родители почему-то тоже не чешется в общем деньги например на подарок не собирали но что-то же надо подарить мне кажется к окончанию школы учителям какое-то внимание да и значит если не будет какого-то общего это наверное какое-то внимание стоит от себя уделить да но вопрос что будет уместным потому что она слишком такие подарки тут не принято дарить для чисто такое внимание символично но я так понимаю если бы они там всем классом скидывали скинулись может что-то более такое было да и то в общем посоветуйте как вы видите это вы люди знающие которые бывали на таких мероприятиях вот расскажите поясните к чему готовится что покупать понятия не имею буду очень благодарна информации получить от вас вот а теперь мы с вами попрощаемся уже видите спать пора не могу с ней не согласиться обнимаю вас друзья увидимся с вами обязательно завтра всем пока